Сейчас мы уезжаем из города Сиэм Риб и направляемся в город Си Сапхон. До него ехать около 100 с лишним километров. Но это будет промежуточный город, поэтому днем мы задерживаться не будем. Проехали мы уже 70 километров от города Сиэм Риб и осталось нам проехать 35 километров до города Си Сапхон. По пути по дороге встречаются рисовые поля камбоджийские за моей спиной. Можете их видеть. Также с той стороны дороги тоже. Здесь камбоджийцы что-то делают на них. Вот сейчас выходит, там вот он босиком идет, я смотрю, что-то несет. Сейчас пойдем посмотрим, что он там вытащил. А еще они в этих полях, получается, ловят рыбу. Вот идет сеть ее. Сейчас посмотрим. Я не знаю, есть рыба или нет. Похоже, рыбы нет. Но вот такие у них поля все затоплены. В принципе, так и растет рис. Он должен расти в воде. Только тогда он будет вкусный и качественный. В Камбодже, кстати, очень много вот таких полей. Вот мы сейчас ехали буквально всю дорогу, вот такие поля с рисом. Это говорит о том, что Камбоджа выращивает рис. Добрались мы до города Сисапхон. Сейчас находимся в самом центре этого города. Смотреть здесь в этом городе особо нечего. Поедем только посмотрим, что за смотровая площадка здесь. Ну, может, еще в каких-то пару мест заедем. Городок небольшой, но дороги широкие. Это сразу придает современный вид. Сейчас пришли мы на центральную площадь. Место интересное. Площадь, в принципе, красивая. Но вот эти вот палатки, которые без тентов, они портят весь вид. И вся площадь вот в этих палатках. Сейчас пойдем, подойдем вот здесь в центре площади. Какое-то сооружение. Что-то оно означает. Еще стоят пушки. Субтитры создавал DimaTorzok Добрались мы до смотровой площадки. Но смотровая, конечно, здесь так себе. Небольшой такой холмик. Я бы даже это горой не назвал. Сейчас покажу. Все, что видно с этой смотровой площадки. Есть вот такие фигуры. Камбоджийские. На заборе. Сейчас еще сюда пройдем. Может, отсюда открывается какой-нибудь лучший вид. Но здесь кусты я вижу. Ну вот, это смотровая площадка. Получается, в этом городе мы посмотрели все, что можно. Сейчас поедем в другой город. На этом холме внизу храм. А вот здесь монахи живут и сушат свои вещи, я вижу. Субтитры создавал DimaTorzok Вступил новый день. Вчера не записывали. Рассказываю историю, как мы вчера добрались до этого города. Ехали по дороге где-то километров от того города до этого города. Километров 60. Всего лишь там с копейками пути. Но дороги не было. Вообще была гравийка, была жуткая пыль. Мы все пыльные, грязные. Суть не в этом. Приехали мы в этот город. Уже вечером город кипит, шумит. Смотрим, вроде все оживленный город, нормальный. Приезжаем в отель. А оказывается, люди в отеле, в котором мы забронировали комнату, какие-то необычные. Никак не понимают, чего мы от них хотим. В итоге не хотели нас заселять. Написали в службу поддержки букинга. Кое-как вопрос решили. Заселились уже сюда поздно. Но и это еще не самое интересное. Самое интересное, это то, что где-то в час ночи мы уснули. И в пять часов утра мы проснулись под прекрасные звуки камбоджийской музыки. Потому что сейчас покажу, что здесь происходит. Наш номер находится на самом верху. И вот здесь камбоджийцы перегородили дорогу. И устроили, я не знаю, что у них за праздник. Вот проходит главная дорога. Они перегородили одну полосу. И с пяти часов утра вот это вот камбоджийская музыка. Сюда же даже возят туристов. Free temple, да? О, говорит бесплатно. Ну вот, это достопримечательность, куда я шел. Вот такой храм. В городе и встречаются туристы, но, смотрю, здесь нет никого. Ну, хотя вот это вот красиво сделали. Все цветное. В общем, просто один храм, и вокруг него большая территория. Поехали мы дальше. Посмотрим, может быть, еще какие-то есть здесь места, куда можно заехать. А если нету, то поедем тогда уже дальше, в другой город. Похоже, самая главная достопримечательность в городе, Батамбанг, это вот этот черный мужчина, который за моей спиной. В Мапсми так и отмечена достопримечательность черный мужчина. Вокруг него организовано круговое движение. И здесь же предлагаю сделать фотографии. Я смотрю, здесь какие-то подношения даже к меры подносят. После длительной дороги мы заехали перекусить в кафе, потому что спешить нам некуда. На дворе вечер. И ездим мы в город, в котором у нас нет отеля, а ехать нам еще 90 с лишним километров. Немножко мы подкрепились, купили мы такие штуки, белые, как булочки, а внутри мяса. Ну, довольно-таки неплохие. Обошлись они нам в 5000 риелий. Сейчас едим в кафе, сейчас принесут нам блюдо, мы покажем, как оно выглядит и скажем, вкусно оно или нет. Оно стоит 10 тысяч риелий, это 2,5 доллара. Кафе здесь приличное, чистое. Сейчас покажу, как оно выглядит и пойду, может, сниму, что он нам готовит, посмотрим. И сейчас пойдем, посмотрим, что нам там варганят поесть. Так, вот что-то тут делают, какой-то суп, но это не нам. Нам будут готовить, походу, позже. Сначала всех местных надо обслужить, а потом уже нам приготовить. Это кафе находится прямо вот возле дороги. Мы туда проехали, по той стороне, увидели, потом развернулись и заехали сюда покушать. Вот наш красавчик. Принесли нам вот такие макароны с овощами и креветками. Креветки, кстати, довольно-таки большие. Есть соусы. Как, Катюш, тебе блюдо? Вкусное. Но лучше, кто будет голодным, заказывать два. Значит, кто голодный. Не болезнь. Макароны, там, овощи. А снижок один попался. Две креветки. Ну все, в общем, подкрепились. Теперь можно ехать дальше. Короче, это вообще жесть. Сейчас едем в Камбодже. Я не знаю, кого мы тут увидели. Похоже, кошек они едят. Сейчас покажу. Кэт. Смотрите, что это такое, я не знаю. Это реально похоже кошка, да? Это кошка. Кто знает, что это такое, напишите. И они едят это все. Они вообще с ума сошли, если это кошки. Ну и хвосты у них похожи на кошачьи. Кошка, конечно. Ну видно же уши и все. Кэт. Ты говоришь в английском? Да. Да? Что это? В общем, это кошка. Кэт? Кэт. Я же говорю, что это кошка. Это реально кошка. Я могу ехать? Я могу ехать легко. Да, ты можешь ехать. Да. А, где ты? Россия. Россия? Да, Россия. Окей. А, возможно, ты не ехать эти животные? Филиппинский, Кембудия, Вьетнам. Они могут ехать котик. Это нормальный продукт для тебя. Это нормальный продукт для тебя. Вообще, я никогда не видел. Могу, коту, что-то. Эти животные были. Время. В самом деле, я не знаю, как сказать вам. Потому что, некоторые люди убивают и убивают. Просто для жизни. Это не вред. Так что это реально кост. Печально Конечно, запах здесь непередаваемый А мы все едем дальше По дороге в Камбодже встречается много таких деревенек, я бы их даже назвал Сейчас заехали более-менее, похоже, что-то на маленький городишко Но если честно, в Камбодже дороги вообще ужас Мы едем 200 километров уже не знаю сколько Два раза пробивали колесо за один день Просто полная жесть Если кто-то хочет поехать по Камбодже, я рекомендую Вот эти вот маленькие города, даже посещать смысла нет Тут смотреть нечего Дороги ужасные Поэтому Сиэм Риб Возможно, Сианук Виль Вот туда мы еще направляемся И Пном Пень Вот три города, которые можно посетить в Камбодже Хотите море, едьте в Таиланд, Вьетнам Хотите красивой природы, езжайте в Лаос Ну а мы едем дальше Ехать нам еще где-то километров 60 И мы будем в Нон Пень Погнали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин